Решение проблем жильцов в ветхоаварийном фонде, ремонт спортивной площадки, помощь аграриям и подготовка к новому учебному году. Вот основные темы рабочей поездки депутата Госсовета Коми Сергея Артеева в рамках проекта «Сподвижники». Он на месте проверил, как выполняются поручения временно исполняющего обязанности главы Коми Сергея Гапликова. Об итогах диалога с местными жителями Елена Кононова. В прошлом году заявление написали в августе, так и не пришли. Через знакомых пришел парень и у нас крышусь. Пять минут всего. Пять минут всего. А у вас сколько ждали? Пальше. Жители этой деревяшки уже устали от нечеловеческих условий. Дом, которому более полувека рассыпается на глазах. Крошится фундамент, перекашиваются окна, полы превращаются в труху. Кругом влажность и грибок, потому что крыша протекает. Это здание еще в 2013 году попало в категорию подлежащих сносу. По муниципальной программе вместо него должно было появиться новое жилье только в 2017. Между тем, люди боятся еще одну зиму. Не выдержат. Пока позволяет погода. Нужно привести двор в порядок. Раз. Нужно все-таки утеплить входные двери основных подъездов. Нужно навести марафет в самих подъездах. В этом смысле даже жильцы говорят, что дай краску, сделаем это сами. Сейчас мы это тоже проговорим. Нужно поспиливать деревья, которые скосились над проводами. И это тоже очень достаточно опасно. Ну и, собственно, о городу, я думаю, 1 сентября и дальше. Нужно продолжать работу по вывозу этих гаражей. Сегодня решение жилищных проблем населения. Коми – одна из приоритетных задач, которую ставит руководитель региона. Именно с этим вопросом большинство граждан обращается к нему на личном приеме. Это молочный цех одного из градообразующих предприятий столицы. Его запустили больше года назад. В сутки тут перерабатывают до 14 тонн молока. Превращается все в 39 наименований готовой продукции. Завод, как говорят, отвечает всем требованиям. Процесс разлива максимально автоматизирован. Сотруднику остается лишь установить настройки и следить за работой. Сырье сюда поставляет не только молочная фермокомпании, но и хозяйство села Часово. Совсем недавно молочка появилась на полках федеральных торговых сетей. В дальнейшем, как только будет расти спрос на нашу продукцию, он растет, ежедневно растет. Естественно, мы будем задумываться о приобретении молока у других надежных поставщиков. И, естественно, объем мы планируем довести, может быть, до 20-22 тонн в сутки. Задачу увеличить производство молока глава поставил перед всеми аграриями. По программе возрождения за пять лет мы должны полностью закрыть потребность республики в собственном продукте. У Сыктывкарского сельхозпредприятия уже готов свой план развития и в ближайшее время приступит к строительству нового коровника на 760 голов пьёлдина. Это увеличит поголовье дойного стада, а также выведет хозяйство за черту города. Впрочем, отличные условия для нового скотного двора есть и здесь, со столицей, где заготавливают корма. Только эти угодья принадлежат опытному хозяйству научно-исследовательского института. Ей такие просторы уже ни к чему. Но и передать сельхозпредприятию землю федерального значения тоже непросто. Этот вопрос представитель парламента взял в разработку. А этот новый дом на 380 квартир совсем недавно вырос на месте рынка «Орбита». Строительство вызвало много споров и возмущений жителей. Многие были против сноса полюбившихся торговых рядов. Депутат не раз проводил очную ставку горожан с владельцем участка. Главное, если я разобрать эту проблему, это то, что на первом этаже этого жилого комплекса окажутся те предприниматели, которые раньше радовали горожан своей вкусной продукцией и умеренными ценами. Это на самый главный компромисс. Кстати, предпочтение дается именно нашим сельхозпроизводителям, что немаловажно. Сегодня стоит задача расширить рынок реализации местной продукции и развивать предпринимательство. А это спортивная площадка возле 25-й школы. Когда-то это был современный комплекс с искусственным покрытием. Сегодня вместо него голый, местами побитый асфальт. На воротах сетки прохуделись. В металлическом ограждении местами зияют дыры. Вот в таких условиях подростки играют в футбол. Площадка в таком состоянии, что травмоопасно. Тренироваться, заниматься, что-либо отрабатывать. Можно, к примеру, запнуться об сетку, когда мяч уходит, ногу сломать, подвернуть, поцарапать, ссадины, синяки. Ребята не просят новую площадку, им бы привести в порядок эту, заменить сетку на воротах и отремонтировать забор. По словам Сергея Артеева, эту проблему можно решить уже в ближайшее время. Обновят не только этот комплекс, но и площадку 43-й школы. К слову, в этом году в рамках госпрограммы региональное правительство выделило на реализацию малых проектов в сфере физкультуры и спорта 4 миллиона рублей. Эти средства поделят между собой 14 городов и районов. Только вот Сыктывкара среди них нет. И последний пункт рабочего дня депутата – седьмая школа. Уже с порога здесь чувствуется запах свежей краски. За лето выкрашены стены во всех классах, коридорах, физзале. Сегодня домывают окна. В целом, к приемке учебного учреждения уже готово. Устранены предписания по замене столов, кабинетов химии, физики. Затем все-все-все, что необходимо, мы уже сделали. Единственное, осталось развесить плакаты, стенды и принять детей. Правда, есть еще не устраненные предписания Роспотребнадзора, решения которых требует много времени и финансов. Например, замена окон в восьми кабинетах. Или демонтаж хоккейной коробки и строительство места нее новой спортивной площадки. Сегодня по нему школа уже готовит так называемую дорожную карту. Кстати, именно на устранение предписаний надзорных органов глава просил профильное ведомство обратить особое внимание и обеспечить безопасность образовательных учреждений к новому учебному году. Елена Кононова, Павел Люлиан Мин, телеканал Юрген, Сыктывкар.